Добрый вечер! Здравствуйте! Вот, потихонечку смотрю. Начинают люди. Вот кто-то уже вошел. И я хочу начать с вами сегодня некий разговор. Добрый вечер! Разговор на тему озикне или старости. То, что переводится на русский – старость. Ну и пенсии! То, как мы, приходя к определенному возрасту, должны жить и как Тора относится к этому. Надо сказать, что в течение последних двух недель у меня было невероятное количество тем, про которые я хотела поговорить и донести для вас. Но, тем не менее, в результате выбрала эту, так как сочла, что, наверное, это одна из важнейших вообще вещей, которые есть в иудаизме – это уважение к пожилым людям. Итак, давайте начнем с вами с книги царей. Начинается она так. «И состарился царь Давид». «Состарился царь Давид», то есть вошел в преклонные года. «И покрывали его одеянием, но не мог он согреться». Почему называли его старым, если годы жизни Давида всего лишь приближались к 70? Существует несколько разъяснений, и я вот приведу одно из них. Царь был настолько слаб, как 100-летний старец, потому что он истратил все свои силы в боях с врагами. И написано, что он лежал в постели под теплыми одеялами. Его ложи придвинули к очагу, где был постоянно пылающий огонь, и тем не менее его озноб не проходил, ему все время было холодно. «Не брось меня в старости, в заволон к Богу. Когда иссякнет сила моя, не оставь меня». Мы с вами часто в молитве произносим эти слова. «Альтишлихэйни леэт азикна». То есть, «Не оставь меня, не выбрось меня». Есть такое объяснение со слов Раби Йоси Берханины. «Всякий, кто не уважает одежду, не сможет в конце концов получить от неё пользу». Мы вспомним и помним с вами, что в пещере Энгиде Давид незаметно подкрался к царю Шаулю, отрезал край верхнего его облачения. И именно как бы даже не в наказание, а из-за этого неуважения, допущенном по отношению к одеждам царя Шауля, который был помазанником Всевышнего, к нему применилась мера за мером. Ещё одна причина недомогания царя Давида. Его устрашил меч ангела, прожавшего народ во время мора. И ему стало холодно с той поры от душевного потрясения. А к старости становилось всё холоднее и холоднее. Во всяком случае, так говорит Медраж. И ещё одна вещь, о которой говорит Медраж, что после прегрешения с Батшевой и убийства Урии царь Давид постился и скорбел, отчего начал болеть и лежал в кровати долгое время. Настолько он лежал, что 7 раз в день написано, что ему меняли подушку, потому что она была влажной, от аспорина и топота, или от слёз, потому что он плакал. То есть Медраж нам говорит, что всё в нашей жизни мера за мере. Когда мы приходим к возрасту, который называется старостей, одно из мнений, что мы получаем меру за меру. То есть то, что мы делали в нашей жизни, то нам и положено. Я хочу сказать, что, наверное, каждый человек в своей жизни задумывался о том, какой же будет его старость. Независимо от возраста, будучи тебе 20 лет, или уже 50, или даже 60, ты начинаешь думать, что же ждёт меня впереди. И наша Тора – это книга нашей жизни, и в ней есть абсолютно всё, что касается нашего пребывания в этом мире. От того, как воспитывать детей, как нам расти, как нам воспитывать себя, и, соответственно, как встарица. Все мы с вами знаем, что предел человеческой жизни – это 120 лет. И отсюда идёт еврейское традиционное пожелание – долголетие до 120 лет. Хотя мы знаем, что Авраам прожил 175 лет, а Исаак – 180, а Яков – вообще 147. Но Маше уже получил 120 лет. Согласно Ибн-Эзре, стих «Пусть будут дни его 120 лет», следует понимать, в соответствии с переводом Ункилоса, что Всевышний, послушайте это внимательно, Всевышний говорит, что даёт людям отсрочку в 120 лет, чтобы они раскаялись. В чём нам раскаиваться? Тем не менее, мы должны понимать, что 120 лет нам даны для того, чтобы мы начали выполнять заповеди, и если что-то сделало не так, успели раскаяться. Также в Туре говорится о том, что долголетие считается наградой за выполнение определённых заповедей. А также старость в Туре ассоциируется с мудростью. Хотя мы начали нашу беседу с вами не с награды, а наоборот, как бы начали с некого обратного и увидели печальное описание старости. Тура требует, обязывает, требует уважительного отношения к старости. У нас написано, и перед лицом седого вставай и почитай старца, и бойся бога своего, да? Почитай старца, бойся бога своего. Интересное, да, такое сочетание. А непочитание к старости рассматривается как грех, а беспощадность к старикам, как выражение крайней жестокости врага. К сожалению, бывают семьи, где такое отношение можно увидеть не только от врага. Я надеюсь, что никому из вас не приходилось видеть жестокость детей по отношению к родителям. Я же, к сожалению, в своей жизни были у меня случаи, когда я видела, что дочь бьет свою пожилую маму. Я видела случаи, когда от пожилого папы требуют только деньги, и совершенно неинтересно, что с ним происходит. Я видела ситуации, когда уже достаточно взрослые, я бы даже сказала, пожилые люди, когда умерла мама жены. В этот день поехали в путешествие по Италии на несколько дней, потому что было невозможно пропустить путешествие. Как можно, да? И поэтому пришел просто Миньян из Хефракадиши, потому что родная дочка, единственная дочка, сочла нужным и правильным совершить путешествие. Да, кстати, я также видела, что тот, кто бывает необычайно жесток своим родителям, потом громче всех возмущается и осуждает других. Давайте же попробуем рассмотреть с вами, что в туре говорится о возрасте. В нашей недельной главе как раз речь идет о работе левитов в Мешкане, а затем в храме, в Скине. И там написано совершенно четко, когда леви могут начать нести службу в храме, и что они ограничены возрастом в 50 лет. В 25 лет они начинают учиться храмовой работе, в 30 начинают ее нести, и в 50 лет их работа в храме прекращается. Левиты не могут заниматься тяжелой работой, они не могут петь, они не могут носить на своих плечах. Им дается возможность, уже вышедшими на пенсию, в 50 лет, если они хотят, то они могут заниматься некой легкой работой, как открывать ворота храма и так далее, то есть какими-то мелкими вещами для того, чтобы не чувствовать себя ненужными. Смотрите, 50 лет и уже выйти на пенсию. Слышится, конечно, очень уважительно, но как же нам это понять? Сейчас в наше время многие говорят, что в 50 лет у человека вообще только начинается жизнь, а тут тебе говорят на пенсию. И при этом каждый из нас знает, в любом случае евреям точно это знаем, что каждая минута нашей жизни, она имеет огромное значение. И чем мы становимся старше, тем это значение может только вырасти. И при этом написано 50 лет пенсия, то есть левиты получали обеспечение с 50 лет, у него было обеспечение, он был не обязан уже работать. Надо сказать, что согласно Талмуду, пожилым человеком, пожилым мы становимся в 60 лет. Так написано в Талмуде. А стариком в 70. Ну, конечно, хорошо бы сообщить это вот нашему там битуухлюми или правительству, что так в Талмуде написано. Сегодня же человеку, вынужденному отправиться на пенсию, я во всяком случае видела, что человек прекращает работать, он уходит на пенсию, и он впадает в некое отчаяние. Я никому не нужен. Что мне делать? Может быть, дети выросли, внуки, может быть, тоже уже взрослые или просто не заинтересованы в нас, что делать. И это как раз то самое время, когда мы должны поразмыслить об истинных причинах вот этой ситуации, почему человек выходит на пенсию, уходит ли он на пенсию для того, чтобы проработав какое-то количество лет, почивать на, так сказать, на радостях, вот живя на эту пенсию, на заработанные как бы деньги, и ничего не делать, ездить по миру и получать удовольствие. Но мы, евреи, говорим, что Всевышний создал для нас такую ситуацию, при которой свободное время может быть использовано с максимальной пользой. Кстати, что еще хочу сказать о возрасте 70 лет. Мы знаем, во всяком случае, это то, что я видела, что написано, что членом Сангедрина, это Высшего Еврейского Суда, полагалось быть старше 70 лет. То есть мудрость приходила после 70 лет. И надо сказать, что Тара предписывает вставать перед людьми, то есть мы должны проявлять уважение пожилым людям. Написан возраст старше 70 лет, если ты видишь человека старше 70 лет, и даже если он не ученый, а просто к изважению, к испытаниям и трудностям, которые они преодолели, мы должны вставать и этим давать уважение пожилым людям. Сказано, что Муше получил Туру на Синае и передал его Яшуа. Яшуа передал старейшинам, старейшинам и пророкам, а пророки передали его мужам великого собрания. То есть, что мы слышим? После Яшуа Тура была передана старейшинам. Это говорит именно о том, что в старости, когда он становится старейшинам, он и старый, и он старший, в этот момент человек приобретает максимальное знание. И также написано, что долголетие возвестит мудрость. «И чем старше изучающий Тару, тем основательнее их знание», так сказано в Талмуде. Итак, мы поняли с вами, что пенсия для еврея – это начало времени, которое он полностью может уделять изучению Тары, то есть практически тому, для чего мы пришли в этот мир. И мудрецы наши говорят, что когда человек изучает Тару, сам Всевышний, который дал нам эту Тару, находится напротив с него и повторяет тот отрывок, который он изучает. То есть, в тот момент, когда ты учишь Тару, с какой бы хевру ты это учил, с кем бы ты ее не учил, или один бы ты ее учил, Всевышний сидит напротив тебя и учится с тобой. И есть еще такой мидраж, где написано, что когда нам была дарована Тара, это один из мидрашей, то кто-то там… Есть мидраж, который говорит, что мы слышали только голос, что мы видели огонь и так далее. Кто-то говорит, что один из мидрашей говорит о том, что был виден добрый такой, седобородый, патриарх, исполненный милосердие. Это имеется в виду Всевышний. То есть, некий такой, некий дмут, вызывающий уважение и любовь. Если же человек старый и больной, и бывает такое, что он не слышит, не видит, или даже чего-то не понимает. Мы знаем людей, дошедшие до определенных лет, которые уже находятся в не очень хорошем состоянии. Тем не менее, Тара предписывает относиться к нему с должным почтением и отношением, потому что сказано «И целые и разбитые скрижали лишат в ковчеге». Да? «И целые и разбитые». Мы не можем уважать только тех, кто здоров, полон сил, может что-то давать. И то, и то лежит в ковчеге завета. Ну, и, наверное, вы знаете, что слово «закэн» старец подразумевает человека, который приобрел мудрость, «закэн» зэше канна хохма. Напоследок, наверное, хочу сказать вам, что отношение, что наша по отношению к скиним, к пожилым людям, к старцам, нам предписано относиться в хэсэд, то есть с милосердием. А тем, кто к ним так не относится, у нас принято таких людей осуждать богбура, то есть осуждать их со всей строгостью. Каждом колене, да, мы знаем, у нас было 12 колен, и в каждом колене была ответственность за уровень жизни пожилых людей. И понятно, что эта ответственность ложилась на главу колена. Есть мнение, что, мы знаем, что нам положено отделять десятину, но есть мнение, что когда мы отделяем хомыш, то одна десятина шла куаним, да, на храм, а вторая десятина шла именно на содержание, на поддержание жизни людей, которые уже не могли работать. Мы знаем, что в очень многих еврейских общинах принято делать дома престарелых, принято приносить еду, то есть всё наше еврейское общество, оно построено на Хеседе. Мы знаем, что дом был разрушен именно из-за того, что мы там не хотели давать ничего никому другому, и старику там не было места для жизни. Наша позиция совершенно другая. поэтому я желаю каждому из вас в этой ситуации быть милосливым по отношению к нашим пожилым родителям, к нашим дедушкам и бабушкам, уметь правильно к ним обращаться, и это с Божьей помощью к каждому из нас вернётся в своё время, как я вам начала урок, мера за меру. Всего хорошего, до следующей недели. – Субтитры создавал DimaTorzok